И снова настоящий праздник. На улице поклонников такого замечательного вида спорта, как вольная борьба. Лучшие спортсмены со всего Краснодарского края приехали в наш город, чтобы определить лидеров. Более 300 юношей и девушек из 22 городов и районов Кубани собрались на краевое первенство в Славянский спорткомплекс «Олимпиец». На торжественном открытии соревнований собравшихся приветствовал глава Славянского района Роман Синеговский. Я считаю, что вы выбрали правильное направление в спорте, потому что вольная борьба – это единоборство, это прежде всего сила, это мужество, это воля, это характер. Это все то, что сегодня необходимо нашим юношам и девушкам. Я желаю вам всем успешного соревнования, пусть победит сильнейший. Главный судья краевого первенства очень доволен условиями, в которых проходят эти соревнования. Три ковра практически в крае, нет таких условий. Хороший комплекс, прекрасная организация, все довольны. Это проходит отбор на первенство Южного федерального округа, поэтому очень нужный возраст, поэтому они важны, эти соревнования. Славянские юные спортсмены, а представлены они одаренными ребятами из станицы Петровской, совсем не чужие на этих престижных состязаниях. Они чувствуют себя вполне уверенно. Первенство Краснодарского края – это ответственные соревнования. Это очень важный старт. Если занять призовое место, можно поехать на более высокие соревнования, это Южный федеральный округ. Я занимаюсь борьбой три года. Мне нравится этот спорт, потому что он развивает силу воли, помогает в учебе. Я приехала на эти соревнования, чтобы показать высокий результат. Ее ожидания, подкрепленные упорными тренировками, оправдались. Елизавета стала серебряным призером краевого первенства. На счету славянских спортсменок еще три первых и два третьих места. А юные борцы принесли в копилку славянской команды еще три золотых, три серебряных и две бронзовых медали. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа «События». Субтитры создавал DimaTorzok